здравствуйте с вами руслан и сегодня мы с вами нарисуем вечерний пейзаж бишкека первую очередь естественно мы делаем компоновку и намечаем рисунок где что будет а затем мы возьмем и заполним все пространство наберем так скажем массу после этого мы будем прорабатывать детали и работать над воздухом и в конце видео мы все узнаем о пейзаже вечернем и вот мы делаем легкую подмалеву и слегка пропустим момент подмалевы и первого слоя вот здесь мы уже набрали по сути массу и у нас есть понятие где что будет масса смысле того что где есть тон и цвет солнышко там вдалеке встает добавляем возле него небольшое тепло а бокал достаточно холодный но местами сверху добавили серовато-коричневые теплые оттенки и теперь мы можем прорабатывать деревья но не черным цветом ни в коем случае а каким-нибудь тепло зеленым коричневым красноватым оттенком таким образом мы получим тот самый вечерний цвет дерева но опять же зависимости от того как она есть на самом деле надо приглядываться возможно там есть и синие оттенки также не забудем проработать где какие машины будут и отражение в стекле таким образом мы потихоньку прорабатываем оставшиеся детали то есть исходим как всегда говорю из обобщения к детализации намечаем будущих людей которые будут идти у нас также про них должны не забывать в принципе в картине нельзя забывать что-либо мы должны гармонично прорабатывать каждую часть ее уплотняем с правой стороны непонятную субстанцию в виде небольшого здания точнее крыла подземки и заднюю часть слегка слегка стараемся проработать и так потихоньку мы добавляем детальки но заметьте что по цвету у нас достаточно все очень холодное и не выпирающее самое яркое и теплое это наше солнце это смесь светлые охры между охры и оранжевым оттенком с белым цветом тем самым опять же достаточно холодный цвет таким образом мы все подчиняем в данной ситуации холоду любой оттенок мы делаем вечерний и холодный смешанного синим и белым зависимости от также не забываем при работе с отражением прорабатывать не сильно явно а слегка размыто даже если немного переборщили потом немного немного размы для чего для того чтобы показать что это все таки отражение наши они и поэтому потихоньку его стараемся проработать но не сильно и таким образом мы опять же взаимосвяжем окружение то есть это явный рефлекс и в принципе у вас должен быть везде добавлены все оттенки то есть все что есть на яме мы добавляем землю все что есть на земле мы добавляем к небу и таким образом взаимосвяжем небо и землю есть некое отражение между ними на самом деле то есть как зеркало так же как и отражение и вот мы подошли к проработке даже немного людей но как опять же общую массу набираем сначала желательно не черным цветом а что-то похожее можно смешать тот же красный и синий и набиваем массу также не может быть ярко-белого цвета тоже потому что опять же приглушенный вечер и сзади какие-то фонари возможно есть тем самым будут даваться достаточно теплым но при этом и холодные цвета весьма сложные поэтому мы должны искать цвет и потихоньку потихоньку опять же не забываем то что мы везде тоже сверху прорабатываем то есть идем детализации 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 также люди не звали то что надо проработать объем и даже характер то есть что есть характер это опять же черты походка поводки и так далее это все видно уже в движении и они должны отличаться друг от друг от таким образом также объемы должны показать через света тень то есть как я говорю мы набираем масса но не просто а показывать где свет и тень и потом уже внутри этого работаю весьма тяжело показывать когда свет впереди но он достаточно приглушенный поэтому прорабатываем также прорабатываем небольшие сумки и детальки на ней для того чтобы опять же оживить работу вокруг нас безумно много деталей и мы должны хоть часть ее показать таким образом нам покажется что работа достаточно реалистично если будет маловато эти детали все будет стерильно непонятно и как-то не по-настоящему что будет убивать ощущение реальности поэтому мы должны достаточно много добавить деталей и так же как говорил мы должны приглушить все цвета кроме солнца это самое яркое пятно и заставить его светиться поможет только то что все намного темнее даже самые яркие блики будут намного темнее чем солнце потом и таким образом солнце наше загорится а все остальное цвета мы должны подчиняем потому что они в тени и вечернее состояние именно холоду именно синему цвету должны подчинить и таким образом мы и усложняем оттенки и цвета также до конца уже прорабатываем небольшие детали на ближнем плане это очень сильно поможет то есть мой проработал более детально первый план остальные планы делаем немного мягче и меньше детали таким образом мы уже показываем с вами перспективу и воздух то есть опять же мило ощущение сейчас достаточно сложно показать с помощью цвета пространство но опять же мы показываем его с помощью цвета то есть самые темные места у нас опять же вблизи все что остальное уходит размывается кто не таким образом на контрастность анатолий мы тоже покажем пространство плане цвет обычно то что дальше становится холоднее но данная ситуация все холодно поэтому хотя бы на двух вещах с помощью тонна можем показать пространства даже с помощью детализации и и вот что у нас примерно получилось большое спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь оставляем комментарии всего вам доброго подождаем на